Приветствую, друзья! Вы находитесь на канале OK English, и меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами разбираем английские тексты разного уровня сложности. Сегодня я вам подготовила непростой текст, который относится к уровню upper-intermediate и содержит лексику на юридическую тему. Legal English. Юридический английский. Law – это закон на английском языке. Legal – значит юридический. Вот он наш текст. Он не очень большой, но посмотрите, сколько слов я вам с него выписала. Практически в каждом приложении находятся какие-то юридические термины, которые могут быть вам незнакомы. Сложность ещё и в том, что нужно переводить английские термины подходящими русскими терминами. Поэтому давайте с вами попробуем разобрать этот текст. Ещё раз повторюсь, друзья мои, текст сложный. И, возможно, уже после первых предложений вы почувствуете, что этот текст пока вам рано. Ставьте его тогда в сторонке, друзья мои, и вернитесь к нему тогда, когда вы будете готовы. Но также меня очень часто просят разобрать что-нибудь такое сложненькое. Вот, друзья мои, специально для вас я подготовила такой подарочек. Напомню, в конце урока вы сможете послушать. Этот текст будет озвучен носителем языка. Legal English – юридический английский. Эта статья представляет собой рекламный материал юридической компании под названием Butler & Evans Associates. Это название компании, его можно не переводить. Are you injured because of someone else's carelessness? Вы пострадали из-за чьей-либо неаккуратности или небрежности. Слово injured переводится обычно как травма, но выражение be injured, в данном случае are injured – это пассивный залог. И переводим мы его как быть пострадавшим. Вы пострадали или вы являетесь пострадавшим. Because of – из-за someone else's чьей-либо carelessness – неосторожности, неаккуратности. Care – заботиться. Careless – беззаботный. Carelessness – беззаботность. Здесь мы используем сразу два суффикса – lessness для словообразования. Колин этого слова care – забота. Are you involved in a dispute with a neighbor? Вас вовлекли в спор с соседом? Are you involved? Involve – вовлекать. Опять же, здесь используем пассивный залог be involved или are, в данном случае текст в настоящем времени. Are involved – be involved – быть вовлеченным. Хотя просто слово involve – переводим как вовлекать. Are you involved – вас вовлекли, вы вовлечены in a dispute – в спор. Смотрите на слово dispute. Оно похоже на русское слово dispute, но читается оно с ударением на букву you dispute. И переводится оно как спор, разногласие, несколько там вариантов перевода. Ну, мы возьмем эти два, они нам подходят по смыслу. Итак, с кем же у нас был спор? With a neighbor – с соседом. Neighbor – сосед. Заметьте, как пишется это слово. Так как текст американский, мы пишем b-o-r. Если это слово писать по-британски, то оно будет писаться neighbor, то есть после o будет еще буква you. Butler & Evans is available to help you take legal action. Butler & Evans имеют возможность помочь вам обратиться в суд. Название фирмы Butler & Evans. Теперь по поводу слова available. Available обычно переводится как доступный, и это прилагательно. Но в данном контексте is available – это выражение очень удобно переводить, как иметь возможность. Эта фирма Butler & Evans имеет возможность. Что сделать? To help – помочь. Помочь вам – you. Теперь идет сложный юридический термин. Вернее, не сложный, это просто юридический термин. Take legal action. Само по себе legal action переводится как судебный иск. Take legal action – мы не говорим по-русски взять судебный иск. Это выражение мы переводим как обратиться в суд или подать иск в суд. Поэтому запоминаем, друзья, если вам нужно будет предпринять какое-то юридическое действие, вы знаете, по-английски это называется как take legal action, ну или обратиться в суд, да. Первый абзац разобрали, давайте еще раз его прочитаем. Are you injured because of someone else's carelessness? Вы пострадали из-за чьей-либо неосторожности. Are you involved in a dispute with a neighbor? Вас вовлекли в спор с соседом. Butler & Evans is available to help you take legal action. Butler & Evans имеют возможность помочь вам обратиться в суд. Вроде бы все красиво звучит и по-русски, и по-английски, но, скажем так, сложность именно в том, что, во-первых, официальные тексты, например, юридической тематики, вы уже сразу обратились к первым предложениям, они содержатся очень много пассивного залога. Не знаю почему, но деловые документы почему-то очень любят пассивный залог, не любят указывать на автора действия, больше они сосредоточены на действии. Так же и здесь. Are you injured? Вы пострадали. То есть кто с вами это сделал, кто нанес вам какую-то неприятность, да, мы не знаем, мы используем пассивный залог. Are you involved? Вас вовлекли. Опять же, кто вовлек, мы этого не знаем, нас это не интересует. Вы пострадавший, вы обращаетесь в суд, используем пассивный залог. Кстати, друзья мои, если вы не знаете, что такое пассивный залог, это когда действие совершается над вами, а вы являетесь пострадавшим, вы это действие сами не совершаете, как в данных примерах. Пассивный залог меняется по временам, он может быть настоящим, в прошлом или в будущем. Обратим внимание, сколько слов мы уже разобрали, давайте их еще раз повторим. Legal. Юридический. Нелегальный. Хотя такой вариант перевода тоже существует, но очень часто legal все-таки имеет контекст юридический. Be injured. Быть пострадавшим. Carelessness. Беззаботность, небрежность, неаккуратность. Be involved. Быть вовлеченным. Dispute. Спор, разногласие. Available. Ну, здесь переводим как иметь возможность. Take legal action. Обратиться в суд. Legal action. Судебный иск. Теперь переходим к следующему абзацу. Everyone is entitled to do process. Каждый имеет право обратиться в суд. Everyone. Переводим как каждый. Следующий термин. Опять же, друзья мои, он стоит в пассивном залоге. Is entitled. Начальная форма. Be entitled. И переводим мы этот термин как иметь право. Или наделен правом. Может быть, так даже корректнее будет переводить. Каждый наделен правом. To do process. Правом на что. Дальше мы указываем, на что мы имеем право. На надлежащую правовую процедуру. Я, друзья мои, немного задумалась, как перевести этот термин. И самый корректный вариант. Это вот такой дословно не переводящийся. Надлежащая правовая процедура. Due process. То есть, дословно подходящий процесс, но это будет как-то некорректно звучать. Поэтому запоминаем, как есть. Некоторые, кстати, термины дословно не переводятся. В принципе, мы по тексту уже видим, что некоторые термины имеют либо какой-то особый перевод в нужном контексте. Мы знаем, что слово action – это действие. Но legal action мы вообще переводим как судебный иск. К действию оно не имеет никакого отношения. Сложность именно работы с вот такими вот текстами, наполненными терминами, как раз таки лежит в том, что мы должны подобрать подходящий русский термин для соответствующего английского термина. Поэтому, в принципе, без подготовки, если вы, как говорится, не разбираетесь в данной теме, вам будет сложно. Ну, давайте с вами разберём до конца этот текст, эти термины. Думаю, после этого всё будет понятно. Итак, when you decide to initiate a lawsuit, call us. Когда вы решите обратиться в суд, звоните к нам. When you decide – тут всё просто. Когда вы решаете. Следующие термины – to initiate – есть русское слово «инициировать» или «начинать». Ну, мне кажется, что в контексте юридической терминологии всё-таки лучше использовать «инициировать». Мы инициируем судебный процесс или иск. По-английски это lawsuit. Запоминаем новый термин, очередной из новых терминов. Call us. Звоните нам. Это рекламная брошюра, да, поэтому здесь будет призыв. Звоните. Call. We're going to make sure you get the damages you're entitled to. Мы собираемся. Going to – это собираться что-то сделать, да, или планировать, или мы сделаем это. Что мы сделаем? To make sure. Вообще make sure переводится как убедиться в чём-либо. Но в данном тексте удобнее переводить эту связку как «обеспечить». То есть мы готовы обеспечить. We're going to make sure you get the damages. Обеспечить вам получение. Get the damages. Damages – это убытки, в том числе и материальные. You're entitled to. Entitled – уже знакомое нам слово. Иметь право, да. На которое вы имеете право. Давайте ещё раз переведём это предложение. We're going to make sure – мы готовы обеспечить. You get the damages – для вас получение материальной компенсации. You're entitled to. На которую вы имеете право. Damages – это убытки, материальные убытки. Но в данном случае get the damages всё-таки удобнее переводить, как «получить компенсацию материальных убытков». Наши следователи имеют возможность получить все необходимые доказательства для суда. Investigators – следователи, те, кто проводят расследование. Investigator – следователь. Investigate – расследовать, вести следствие. Our investigators are able to – имеют возможность. Be able to – это связка переводится как «иметь возможность». Are able to – имеют возможность сейчас. На что они имеют возможность? Get all the proof – получить все доказательства. Слово proof – это доказательства. Needed – необходимые for your trial, для вашего суда. Trial – это суд. Так, тут у меня пропал, пробел, друзья мои. Надеюсь, вас это не смутит. Trial – это суд. Вот оно, наше слово. When a verdict is not in your favor, we appeal whenever possible. Слово verdict, думаю, очень похоже на русское слово. Вердикт читается только по-другому. Не verdict, а verdict. У вас будет искушение прочитать это слово так же, как и dispute. По-русски, dispute. Не надо так делать. Я вам уже неоднократно говорила. Слова могут выглядеть очень похожим образом, но по-английски они читаются не так, как по-русски. И не надо пытаться читать английское слово по-русски. Это будет некорректно и неправильно. Итак, verdict, когда вердикт is not in your favor, связка. Not in someone's favor переводится как не в чью-либо пользу. In favor – в пользу, хотя favor может переводиться отдельно как услуга. Но в данном случае вердикт не в вашу пользу. A verdict is not in your favor. We appeal whenever possible. We appeal – мы апеллируем. Апеллировать, апеллируем – тут, в общем-то, всё близко. Whenever possible – переводим как если есть возможность. Всякий раз, когда есть возможность. Whenever – всякий раз, когда. Possible – возможно. Как я вам уже говорила в этом тексте, ещё раз нам будет попадаться пассивный залог. Is entitled – пассивный залог. You're entitled to. Are entitled – опять же пассивный залог. Давайте ещё раз прочитаем второй абзац. Everyone is entitled to due process. Каждый имеет право на судебный процесс. When you decide to initiate a lawsuit, call us. Когда вы решите обратиться в суд, звоните нам. We're going to make sure you get the damages. You're entitled to. Мы готовы обеспечить вам получение компенсации убытков, на которые вы имеете право. Our investigators are able to get all the proof needed for your trial. Наши следователи имеют возможность получить все необходимые доказательства для суда. When a verdict is not in your favor, we appeal whenever possible. Когда вердикт не в вашу пользу, мы подаём апелляцию всякий раз, когда это возможно. То есть, в общем-то, фирма такая надёжная, да, друзья мои? И благодаря этой маленькой статье мы уже узнали с вами целую кучу юридических терминов, которые, в принципе, знакомы любому американцу или британцу. Для нас они, думаю, вызывают пока трудности. И последний абзац, он самый лёгкий, друзья мои. In the event we fail to settle or win your case, you don't owe us anything. В случае, если нам не удаётся урегулировать или выиграть дело, вы нам ничего не должны. Самый приятный бонус, да? In the event – эта связка переводится как в случае. В случае, если. In the event. Event – просто это случай. В случае, если we fail, нам не удаётся. Думаю, слово fail. Потерпеть неудачу вы знаете, я его здесь не писала. We fail to settle. Settle – очень многозначное слово, друзья мои. Откройте его перевод, вы увидите порядка 20 вариантов перевода, но и на в контексте юридическом settle case переводим как урегулировать дело. To settle case – урегулировать дело. To win case – выиграть дело. Если нам не удаётся урегулировать или выиграть дело, you don't owe us. Вы нам не должны. Отрицательное предложение – don't, поэтому мы используем здесь форму any, anything, а не something. So, what do you have to lose? Так что же вы теряете? What do you have to lose? Что вы теряете? Запомните эту фразу. Отличная рекламная фраза. Звоните 876-0251 сегодня и организуйте встречу. И договоритесь насчёт встречи. Обратите внимание, как я прочитала цифры. Цифры читаются в номере телефона, каждая по отдельности. Не надо говорить 876. В английском языке так никто не говорит. Нолик мы произносим как буква O, не нужно говорить 0, не говорим 0251, говорим O251. Arrange a meeting – последний может быть сложным для вас термин. Arrange – это что-либо организовывать. Arrange a meeting – организовать встречу или договориться насчёт встречи. Ну что, друзья мои, фуф, разобрали. Это непростой текст, который наполнил вас целой кучей новых, может быть, сложных терминов. Поэтому, конечно, с этим текстом нужно дополнительно поработать. Не только послушать его. Его нужно, конечно, самостоятельно перевести и запомнить всю эту кучу выражений. И напомню ещё раз у меня в одном из уроков урок на тему BMW. В этом тексте у меня есть подробный алгоритм работы с текстом. Этот алгоритм идеально подходит для такого рода текстов, которые небольшие по объёму, но наполнены большим количеством терминов. Поэтому обязательно откройте этот урок, если вы его до сих пор не смотрели, урок про BMW. Итак, давайте теперь, друзья мои, ещё раз прочитаем все эти термины, а потом прочитаем данный текст. Я буду читать его медленно, так, чтобы вы были готовы слушать его в начитке носителей языка. Legal – юридический. Be injured – быть пострадавшим. Carelessness – неаккуратность, небрежность. Be involved – быть вовлечённым. Dispute – спор, разногласия. Available – доступный либо иметь возможность. Take legal action – обратиться в суд. Legal action – судебный иск. Be entitled – иметь право, наделяться правом. Due process – надлежащая правовая процедура. Initiate – инициировать, начинать. Law suit – судебный процесс, иск. Make sure – обеспечить либо удостовериться, убедиться. Damages – убытки, материальные убытки. Investigator – следователь. Proof – доказательство. Trial – суд. Verdict – вердикт. In one's favor – в его пользу, в чью-то пользу. Вместо once ставим подходящее место имени. Appeal – апеллировать, подавать апелляцию. Whenever – всякий раз, когда. In the event – в случае. Saddle case – урегулировать дело. Arrange a meeting – организовать встречу. А теперь я еще раз прочитаю этот текст. Are you injured because of someone else's carelessness? Are you involved in a dispute with a neighbor? Butler & Evans is available to help you take legal action. Everyone is entitled to due process. When you decide to initiate a lawsuit – call us. We are going to make sure you get the damages you are entitled to. Our investigators are able to get all the proof needed for your trial. When a verdict is not in your favor, we appeal whenever possible. In the event – we fail to settle or win your case – you don't owe us anything. So, what do you have to lose? Call 876-0251 today to arrange a meeting. Молодцы, друзья мои! Спасибо тем, кто досмотрел этот урок до конца. Надеюсь, материал был вам полезен и вы нашли для себя то, что вы искали сложный английский текст с кучей полезных, но редких терминов. Друзья мои, прошу, пожалуйста, дать мне обратную связь. Понравился ли вам этот урок? Подходит ли вам такого рода тексты? Я не говорю, что буду брать далее юридические тексты, но, как вариант, тексты по разным терминам, с разной терминологией. Хотите ли вы видеть такие тексты на моем канале? Если да, жмите кнопочку «Мне нравится». Если нет, ничего не делайте. Нажмите кнопочку «Мне не нравится». И обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам урок, какие тексты вы хотите видеть. Предлагайте мне свои варианты, чтобы я могла создать максимально подходящий для вас материал. А теперь слушаем текст, озвученный носителем языка. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. И ждите новых уроков от меня. Меня зовут Елена Викторовна. До встречи, друзья мои. До встречи, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok